Галине Григорьевне, 84. Участница клуба «Активное долголетие» с детства влюблена в поэзию. Еще будучи школьницей, Матищенко покоряла публику артистизмом на конкурсах. Прошли года, но страсть к стихам стала только сильнее. На военно-патриотический фестиваль под названием «Песни Победы» она подготовила балладу о зенитчицах Роберта Рождественского. Это, в общем-то, очень даже близко мне. И мне как-то так жалко вот этих зенитчиц, которых кинули как кушечное мясо на защиту Москвы. Я даже себе никаких таких задач не ставлю. Покорять, не покорять. Моя задача – прочитать, как я чувствую. Возрастная категория фестиваля 50+. Идея провести мероприятие для жителей старшего поколения возникла у руководства «Киц Леонидовка» в преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На сцене выступили чтицы и с авторскими стихотворениями. Но больше все же было музыкальных номеров. Присутствует пять коллективов, в том числе клуб Сорокина, Пироговский дом культуры, хор ветеранов «Сударушка» Киц Леонидовка, земляки тоже это наши, и чтицы из клуба «Активное долголетие в мытищах». Когда поет душа, цифра в паспорте не имеет значения. Раскрывать свои таланты никогда не поздно. Музыкальные коллективы исполнили известные композиции о родине и ее героях в сопровождении баяна. Я жду твои песни, солдар, А письмо приходят нечасто. Люди старшего поколения делились своим творчеством как в коллективном формате, так и соло. Зал подпевал. Ну а лучшим подарком для артистов серебряного возраста стали громкие аплодисменты. Анна Смирнова, Первый Матищинский.